Я буду дорожить временем, поэтому очень буду краток, скажу, кто я. Мое имя Павел, или по-английски Пол, это маленький. Поэтому, знаете, действительно, пусть Дух Святой в нас растет, а пусть мы будем умолены. Аминь. Это очень важно. Я очень солидарен со словом, которое сказал пастор Сергей, о том, что действительно это год, я хочу сказать, что это год перемен. По-разному. Знаете, вот Бог открывает нам отчасти такое время. Я хочу сказать, что 2013 год, он был для меня великим благословением. Но 2014, это год Божьих реформаторов. И Бог что-то будет делать великое. Аминь. Он не копировальная машина, скажите своему соседу. Он есть оригинал. Аминь. Вот все творю все новое. Поэтому Он что-то будет делать. И вот будь в Совете Божьем. Вот будь в Его команде. Потому что, знаете, вот это слово, которое «не отлучайтесь». Ты можешь куда-то побежать где-то, но если ты действительно не получишь от Бога свет, направление, ты можешь действительно делать то, что, ну, старое. А Бог творит все новое. Аминь. Я родился в большой семье. Отец и мат нас 11. Мои родители оба, папа и мама, сидели в тюрьме. Мой отец сидел в одной тюрьме с Виктором Ивановичем Белыхом, Левчаком. Павел Степанович Григоренко. Это большие Божьи генералы. Но они уже у Господа. Поэтому, знаете, с детства учили, вкладывали. И так как отец был послушным Духу Святому, они Инта, Воркута, там 10 лет отсидели, еще на высылке были. И мой отец, он был благовестником, он проповедовал. Мама имела духовное дарование, пророчество, столкование, еще несколько даров. И вот так Бог их споровал, эту команду, вот просто водил. То в Красноярск, то еще куда-нибудь, там какое-то лжеучение появилось. И отец мог на основании Священного Писания изъяснить, рассказать и утвердить людей в настоящей истине. И мать просто имела такие дарования, как-то вот Бог так делал. И вы знаете, они, к сожалению, они не имели постоянного места жительства. Я помню, когда их Павел Степанович Григоренко пригласил в Среднюю Азию, во Фрунзе. И они там выстроили дом такой хороший, совершали молитву. Господи, благослови, освети в этот момент. Вот на последней лавочке там сидела сестра и исполняется духом. Говорит, так, говорит Господь, это не ваше место. А я вас поверю далеко и так дальше. Они что, ну как, как? Надо было быть послушным. И знаете, они работали, трудились, и пришло время, когда Бог сказал моему отцу, так как ты был верный, я из твоего родословия воззываю миссионера, который пойдет в те страны, о которых не думаешь. Я вам честно скажу, отец никогда не думал обо мне. У меня есть еще старший брат Виктор, и в то время пастор Сергей знает, когда мне давали учиться, получать образование, то папа был смарт. Он взял Виктора и послал в Волгоград. И он в Волгограде закончил техникум, получил образование. Я говорю, а перехитрю сатану, вот на нем делает савку. А я ни вида, ни величия, кто такой? Но пришло время, знаете, вот где-то в 12 лет, в 11 как-то Бог зажег мое сердце. И я как-то стал читать слово. Знаете, я спал, и честно, у меня под подушкой была Библия. И знаете, я старался ее читать, и так дальше. Мне мать говорит, что ты по ночам читаешь? Ты ослепнешь? По сей день я не употребляю очки. Аминь. Это очень важно. Заповедь Господа светла просвещает очи. А интернет и компьютер, вы смотришь, это ослепляет. Поэтому это тебе Божий совет. Doing, окей? Please. Это слово prophecy for you. Поэтому очень важно. Она, она просвещает. И пришло время, знаете, отец в 85-м году умирал. И я присутствовал у его кровати. Он говорит, сынок, почему Бог не исполнил то, что в моей жизни Он обещал? Что из нашего родословия Бог возник миссионера, который пойдет. Он не имел ответа, и я не имел ответа. Кто-нибудь из вас видел фильм Моисей? Моисей? Помните, такой эпизод есть, когда дедушка Асена мессил в этот момент. И кто-то бросил ему топор. И Моисей переодетый был, подбежал и схватил его на руки. И этот дедушка сказал слова, сынок, Бог мне обещал, что я увижу мессии. Где же он? И он не знал, что в этот момент рядом был кто? Моисей. Вот так и в моей жизни похоронили отца. Пришло время. Я помню, я был на конференции. И Лестер Самбрелл ходил, проповедал, и повернулся в Абакане, и говорит, эй, со холл спирит, talk to you, my son. Я смотрю, кто там за? А сзади уже никого нет. Думаю, да это не мне. Он говорит, тебе, тебе говорю, учи английский язык. Да зачем? Да мне сто баксов. Да мне лучше. Я куплю литературу. Зачем мне? Вот это английский. Я приезжаю в Краснодар после конференции. Вы знаете, как раз действительно покаялась на девушка, и ее мама хотела меня увидеть, приглашая к себе домой, накрыла стол, чай. Вот чем тебя отблагодарить? Я говорю, да мне ничего, все нормально. Говорит, слушай, я преподаватель английского языка. Учи. О-о-о. Я пришел. Один вечер. И как дезертир, помилуй меня, Господи. Сбежал. Просто сбежал. Евангелизация надо. Хорошо, сбежал. Приходит время, когда Бог так в России затянул Гайку. Я был евангелист. 600 человек молодежи, Вифаню, развивается вперед, и вдруг слышу слово «Уезжай». Не хочу. Со слезами на глазах. Здесь есть Игорь Юсупов. У него очень был благословенный папа. Это был мой наставник. И много-много-много хороших благословений я через него получил. Кстати, Игорь, я имею GIFS for you. Бук. Подойди после тебя, дай мне его. И очень важно, и пришло время, когда оказался в Америке. Первый раз, первый класс пошел изучать английский. Пришло время, когда Бог первый раз меня посылает в Китай. Езжай туда. Я приехал. Привезли мы там гуманитарную помощь, потому что было землетрясение. И там собрались элдеры, старейшины. И они сказали «Расскажи о себе». Я говорю «Ну что бы мне рассказать?» Я говорю «Извините, я о себе не хочу сказать». Мои родители сидели в тюрьме, платили сыну. Я только это сказал, и снаф достаточно. Бог нам сказал, что он пошлет человека, который будет с нами работать. Вы знаете, я уже восемь раз в Китае. Я хочу сказать, что Бог дадает пробуждение. Люди каются, люди обновляются, люди поднимаются и двигают вперед. Пришло время, когда Бог позвал меня во Вьетнам. Господи, кто я такой? Что я там буду делать во Вьетнаме? Но вы знаете, пришло время там конференции. Да, мы первый раз в жизни провели в Сайгое пасторскую конференцию. Там никогда не было. Они всегда проводили в другой стране. Там еще из Камбоджи страна. Там freedom, там свобода. Но здесь нет. И когда вы там узнали КГБ, они восстали, кто вы такие? Ну, я туда приехал, как российский гражданин. Поэтому, вы знаете, они говорят, ну, пришло время, я хочу сказать, нас позвали в одно место. Мы когда пришли, там был высокопоставленный человек. Я не буду называть свое имя. Я хочу сказать, спасибо вам, что вы приехали. Мы просто верим. я вхожу в десятку людей, близких к президенту. Мы не хотим то, что творится в Египте, в Сомали. Мы хотим экономически плавные вещи происходить. Спасибо. Это мне так вдохновило, Господь. Оказывается, люди ждут. Послушайте, молодежь, я хочу сказать, что в этом 2014 год Бог просто-напросто подожжет твой стол. И ты вскочишь и побежишь то, куда необходимо. Надо нести Евангелию. Потому что в моей Библии написано, и увидел я великий престол и большое количество людей. И Евангелие сказал, ты знаешь этих людей? Нет, я не знаю. Ты им не проповедил. А мы иудеи. Я иудеи. Послушай, откуда они там появились на небе? Многие люди с языков, племен, народов разные. А потому что кто-то, как ты, как я, пошли и сказали, что есть сила в его крови. Что не Будда, не Магомед, но перед именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Аминь. И Бог дал тебе это имя. Не надо скичаться из себя. Ты, я мой, большой круглый ноль. И сколько нулей не рисавай, вместе это большой круглый ноль. Но имя Иисуса, оно живо и действенно. Аминь. Неси это имя. Ты скажешь, а как ты там можешь проповедовать? А Бог мне дал вот такой, знаете, вот я такой, знаете, ну как, безумный Христа ради. Я тоже молился. Господи, а как я там буду проповедовать? Как? Да, у нас есть переводчики, которые переводят нас из английского, из русского, но для меня новый эксперимент был. Когда я встречаюсь с китайцем, я говорю, эй, let's me pray for you. Разрешите мне помолиться. Он говорит, окей, гухэт. Я возгаю руки и духом. Начинаю молиться. Начинаю молиться духом, духом, шибарабабарага. А пусть вдруг мой язык меняется. Чемпаляки, чинта, туча, че, туча, туча, туча. В чем дело? Не понял? Понимает. Аминь. Никто, говорящий духом Божьим, не произнесет анафему. Аминь. И потому что дух Божий вовне, он говорит о чудных и дивных делах Божьих. Поэтому слушай. Да я английский. Да не важно, знаешь, ты английский, но у тебя есть помазание. У вас здесь, мэн, поле. Ты китайский, японский, вьетнамский. Да встречай, как и я, на базаре. Скажи, разреши мне помолиться. Он говорит, нормально. Руку возлагай, начинай говорить в духе. И Бог даст тебе профессию ворту хим. Аминь. Это очень важно. Поэтому слушайте, Бог приготовил у тебя к этому славному служению. Поэтому я хочу сказать, пришло время, Бог исполняет обетование. Если я с такой большой семьи, родители не могли дать мне образование. Я хотел быть вторым пилотом. Вы знаете, я поступил в Латугу в Ленинградское техническое училище. Мне сказали, парень, ты не комсомолец, и ты не будешь здесь. Я заплакал. Но вы знаете, я тебе сказал, сынок, прости. Я не могу дать тебе денег, имущество, но я могу вложить в твой дух веру. Аминь. Поэтому вера это ключ ко всем нуждам и проблемам. И эта вера есть в тебе сегодня. Аминь. Это в таком маленьком предисловии. Сейчас я хотел оттолкнуться от слова Божия и поговорить. Я молился, Господь, о чем говорить. И поэтому хочу вам сегодня дать такое слово, как сегодня было сказано, старт в будущее. Я хочу сказать, что ты и я, это мы большой корабль. И мы с вами сейчас идем в новое путешествие. 2014 это Новый год для тебя. И тебе, как твои ладьи, как ты, как личность, тебе нужно двигаться. Это не я сказал, не Папа Римский, не преподобный Кирилл. Это Иисус сказал, идите и проповедуйте Евангелие. Идите. А, Господь, но, 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 идите по изгородям, по переулкам. Господь, а что это за изгороди или переулки? Не у транслятора, что он говорит? А вы знаете, что там говорит? Там страшное слово стоит. Очень страшно. Когда посмотришь, Господи, как оно туда попало? Знаете, паблик хаус. Это публичный дом. И туда надо идти и проповедовать. И когда, знаете, когда Бог положил в мое сердце, и когда я собрал пастора, у меня слово от Господа. Какое? А вот, знаете, давайте мы сделаем сбор. Мы соберем деньги. Возьмем классный автобус. Подъедем к этим девочкам, человек 15, которые стоят. Мы их всех купим. Приведем в молитвенный дом. Там накроем стол. Пусть они покушат. И скажем, вы наш товар. Мы купили вас? Купили. А теперь мы будем помолиться. И за каждую помолиться. И скажи, слушай, тебя любит Бог. И если ты окажешься где-то там, ниже плинтуса, если на тебя спустят псов и многое другое, то спройдешь вот это, знаете, унижение. Вспомни, что в тебя Бог ждет в доме Господнем. Аминь. Я увидел глаза такие непонятные. Какие странные слова ты говоришь. И все. По сути, да, это реформа. Но кто-то должен. Я не говорю там надо мальчишек, который пошел проповедовать и того самого уже вытаскиваешь. Нет, нет, нет. Сильных, помазанных, посвященных людей. Аминь. От которых сила Божия исходит. Да хоть царисасавская раздельская. Эй, 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 кизьми. Ты знаешь, что это колечко говорит? Я себе это дал слово. Я не знаю, как вас. Я часто езжу в других странах. Я знаю, куда ты уехал на миссию, приходит бабушка. Вот тебе, Любаша, молочко, булочку. А ты знаешь, вот 20 лет тому назад был такой случай. Однажды молодой человек, проповедник, поехал на миссию, влюбился там в какую-то и так дальше и так начинает, понимаете, и одна, вторая, третья. И я так сказал, Господь, собрал свою жену, дорогая, я тебя люблю, ты знаешь, я знаю. Я говорю, я сейчас даю обещание Господу. Я сказал, Господь, ты знаешь меня, ам проместую. Я тебе обещаю, Господи, я никогда не пойду на этот грех. Господи, убей меня. Если в моей жизни будет ситуация, когда будет попахивать блудом, и когда, возможно, моя плотяра эта пойдет на измену. Kill me, my Lord. Убей меня, Господи. Она вскочила со стула. Ты что говоришь? Я говорю, это не для тебя, это для меня. Это в том дворе. Это для меня, поэтому куда бы я ни пошел, ситуация, да лучше мне с третьего этажа без парашюта выпрыгнуть, понимаете, да, сельфингала бить, сломать там бредо, но я буду герой. Халилюя. Аминь. Нежели такой деловой пойти на компромисс, опозорить Господа, продать свою семью. Сохрани меня, Бог, и помилуй. Аминь. Будь верный. Не продавайся. Храни себя для Господа. Богу нужны люди, но посвященные. Кто будет чист от всего, тот будет благопотребным, годным, освященным сосудом Бога на всякое доброе дело. И весь народ громко скажет. Это професси вор, это пророческие слова. Господи, я хочу, чтобы ты употреблял. Сделай обещание Господу. И нормально. Это нормально. Это будет тебя оберегать, стимулировать будет, и ты принесешь много плода. Поэтому я хочу сегодня поговорить, я думаю, операторы нам помогут. Я хотел сегодня поговорить, тема моей проповеди, где твой якорь безопасности. Где твой якорь безопасности. Это очень важно, потому что все мы идем в путешествия. Вы знаете, наша жизнь подобна ладье. И рано или поздно Бог нас куда-то, мы обязательно оттуда оторвемся, куда-то пойдем, потому что сам Иисус сказал, идите, go, 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 идите. И мы обязательно куда-то пойдем. Да, мы, может, начнем, как написано в начале в Иерусалиме, в Самаре, в Галиее, даже до края земли. Но обязательно Бог нас подымет. Обязательно нам нужно будет двигаться. И поэтому, где твой якорь безопасности? Я хочу сказать, что, знаете, корабль. И апостол Павел много говорит о корабле почему-то. Хотя он не заканчивал мореходные школы, у него нету какого-то там светского образования, но он Божий человек. Возможно, много он ездил, и часто, мы когда читаем послание, написано, я часто бывал в опасностях на море. И, возможно, апостол Павел посмотрел, видел сильнейшие паруса, увидел весла сильные, увидел там команду матросов, таких закаленных, все, он посмотрел, но один предметик, он заметил, там лежит. И когда он подошел, он увидел что-то, якорь. Мужики, а чего это тарабан? Тащите железку. Она тяжет, да зачем, да выбросить ее и так дальше. Не-не-не, она необходима, рассказали ему. Поэтому, слушайте, мультис у тебя хорошие паруса, много энергии у тебя, у тебя хороший двигатель, такой заводишь, без толкача идешь, нормально, но послушай, сегодня я хочу тебе сказать одну важную деталь. Это Дух Божий полагает сказать, твою судьбу, твою жизнь, тебе нужен твердый, сильный якорь. И я не просто хочу распыляться, я хочу посмотреть, как написано в Библии. Пожалуйста, слайд номер два. Мы посмотрим, что апостол получил откровение и записал, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предложающую надежду, которая для души как бы якорь, безопасный и крепкий. Послушайте, это Божий совет с Евангелия на этот 2014 год. Послушай, у тебя все нормально, хорошо, но возьми, возьми одну вещь в твое путешествие, это якорь, крепкий и безопасный. И якорь крепкий, безопасный, он поможет тебе, потому что, знаете, хотим и не хотим, когда, вы знаете, корабль приходит в тихую гавань, кажется, все нормально, хорошо, и почему-то матросы бросают, кинули якорь, и также, вы знаете, лебедка, тащат его на ступи, чтобы он закрепился в ил, он закрепился под водой в почву, сильно и крепко. Почему? Да нормально, там же хорошо. Послушай, я тебе объясню, потому что мой епископ, Петр Владимир Сергеевиченко, он закончил мореходную школу, он старшина, пять лет учился, и я с ним беседовал, и у него спрашивал, вот такие подводные камни, объясните, для чего? Он сказал, Павел, потому что есть подводные течения, подводные течения, вы когда-то плавали? Я однажды во Флориду приехал, поверил в школу библейскую, меня повели, Павел, можно скупаться, и вы знаете, я такой человек, маску ласт, вперед, парашют, вот такой человек, надо так надо, отплыл, поплыл сюда, но я не знал, что там течения, искал там ракушки, там всякие вещи, через некоторое время смотрю, что-то своих не узнаю, где же они, все нормально, но у меня течением на 200 метров вправо унесло, есть подводные течения, для того, поэтому твой корабль, да у меня нормально, крутой, да, крутой корабль, да я запарковался, я же помню, где я, нормально, ну послушай, там под низом работают подводные течения, и твой корабль, если там не будет сильно брошен якорь, его развернет в другую сторону, и там, где ты не думаешь, и возможно оттуда будет вечер, волна встречна, его разобьет, поэтому для того, чтобы корабль был сильный, крепкий, нужно якорь, безопасный и крепкий, поэтому он сцепляется за сильную грунтовку, его натягивают, поэтому, когда он пустил якоря, вы знаете, в подводные течения, ветер, он будет стоять, всегда готов к бою, поэтому очень важно, проверь сегодня в твоей жизни, если ты скажешь, о чем ты говоришь, послушай, что говорит Библия, мы живем в этом мире, и слайд номер 3 написано, нечестивые, как море взволнованные, которые выбрасывают нам и ил, и грязь, послушай, твоя жизнь, она сегодня в этом миру, и поэтому ты сегодня являешься этим кораблем, который был нечестив, они выбрасывают аморальные законы, нам выбрасывают это, от этого мира ничего хорошего не жди, сегодня часто нам говорят, я думаю, что пастор ваш часто бывает на таких, на евроконференциях, и когда тебе приезжают, говорят, слушай, спасибо, вот вам хороший отель, вы знаете, вот вам машина, переводчик, лучше питание, excuse me, только одно, пожалуйста, у нас, возможно, придут люди другой ориентации, говорите, ну, о любви Божией, о святочках, о благодати, что Бог любит всех, и больных, и голубых, всех, Бог такой, любовит, почти, ты говоришь, ну, вроде нормально, и ты выходишь, и вдруг, God changed your mind, Бог меня, твой мышц, вот это слово бери, и ты говоришь, Господь, если это слово скажу, я больше здесь никогда не буду, да кто бы знает, еще меня в уборную посылают, а не в отель какой-то хороший, и ты дальше потеряю славу, авторитет, и так дальше, и вот здесь борьба, а что, а если ты настоящий человек, да не важно, что мне люди сказали, пусть я буду последний раз на этом месте, но я знаю, я освобожу слово Господне, аминь, потому что Богу нужно служителя, не перекати поле, не клон к развлекающей толпой, эй, мужики, давайте там как что, а давай следующий, нет, мы говорим слова Евангелия, аминь, и это слово Евангелие поставит тебя на колени, или от с обличчем духом, ты просто сбежишь отсюда, слово Божие, оно реформаторское слово, аминь, и поэтому, когда ты говоришь, неважно Господь, я буду, и вдруг Бог тебе дает слово, разве вы не знаете, не обманывайтесь, ни блудники, ни скитоложники, ни мужеложники, ни такие, 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 царства Божия не на следу, ты говоришь, извините, мне неважно кто ты, но я хочу сказать слово Господа, и если ты живешь этими стандартами, и если ты находишься в грехе, я хочу сказать тебе слово Господа, Что поступающие так, живущие в грехе, царство Божие не наследуют. И как бы там себя икону не рисовали, как бы тебя не подогревали. Я евангелист Евангелия. И я не буду слово Божие менять. Аминь? Ты должен меняться. Вы знаете, о, так невыгодно. А мы не человеку годники. Аминь? Мы давали обещание служить кому? Keep your promise. Держи свое слово. Иди за Господом, и ты будешь благословен. Поэтому нечестивы, как и море взволнованное. Волнованное. И поэтому на нашу иногда жизнь, особенно на церкви, такие моменты. Знаете, я не хочу, чтобы мы были либералы такие. Знаете, приходит один человек с двумя собачками прямо в церковь. Там написано, собак нельзя. Кофе, возможно, нельзя. А он приходит в спортивном костюме, две собачки породистые. Кто здесь пастор? Благословите моих собак. I'm not crazy man. Да вы что, я людей? Нет, благослови это дальше. И полез в карман, и он в боковом зрели смотрит. Five thousand dollars. Вот это вы сказали сразу, что они породистые у вас. Five thousand dollars. Знаете, клюнул на этот провокасы. Ну, породистые. Да извини, пожалуйста, тебя вместе с собаками туда. Аминь. Покайся, аминь, очистись. Приди нормальные, хорошие. Слушайте, мы должны быть лидеры. Мы должны быть пастора. Не нас должны за нос водить. Не нам условия этот мир диктовать. А в церкви есть стоп и утверждение истины. Аминь. И мы должны проповедовать Евангелие. Церковь это не клуб развлечения. Но церковь это стоп и утверждение истины. Здесь куется истина. Аминь. И не важно, кто ты в генеральских погонах или так дальше. Бог всем повсюду повелевает. Покаяться. А покаяться к ногам Господа. Аминь. Надо смело проповедовать. Поэтому, друзья, знаете, вы пастора, вы евангелисты, молодежь, будьте смелы. Будьте крепки. Не идите на компромисс. Чтобы ваша совесть не была резиновым рулем. Куда хочу, туда я ворочу. Говорите о крови Господа. Говорите Его Словой. И Бог будет на вашем стороне. Не важно, что бы мне люди говорят. Я приду в небо. Хочу этого, не хочу. Это будет для каждого момента. И каждый из нас услышит два слова. Или в воде верный и добрый раб. Или отодет меня делущее беззаконие. Но толку, что я буду архимандрит. Ходить. Все нормально. Всех люблю. Всех вмещаю. А все очень скажут. Отодет меня лесомер. Ты одевал маску хамелеона. Ты нашел кормушку. Тебя подогревали. И так дальше. А ты не переживал о судьбах людей. А ты не проповедовал настоящее евангельское слово. Которое разделяло грешника от греха. Поэтому это кому-то профессии. Пророческое слово. Бог говорит, у тебя все нормально, хорошо. Но взяши за плух. Взялся за служение. Не оглядывайся назад. На толпу. На мнение. На законы. А потому что всякий озирающий назад. Неблагонадежный для царства Божия. Почему ты до сих пор не помазанный? Почему ты до сих пор не лидер? Почему? Господи, я десятину даю. Слава Богу. Я в собрание хожу, нормально. У меня Библия большая. Да слава Богу, никто не сомневается. Но послушай. Профессия ворфурью. Бог говорит, слушай. Ты озираешься назад. На мнение людей. На своих друзей. На что? Поэтому я тебя не допускаю в служение. Взявши за служение. За плух. Иди. И Бог почтит твою веру. Аминь. Будь благословен. Давайте пойдем дальше. Итак, друзья. Очень важно хочу сказать, что в нашей жизни происходит славяк номер 4. В нашей жизни происходят всякие бури. Всякие бури происходят. И как с этими бурями борются? Вы знаете, у них есть герои. Номер 4, пожалуйста. Поэтому очень важно, что в нашей жизни мы понимали. Итак, этот якорь, который помогает держаться кораблю от волн, от подводных течений. А что для нас подводных течений есть? Это всякие лжиучения, которые будут тебя... Да слушай, ну что ты в старинку? Да какая-то старая Евангелие. Вот гляди. Вот новые Евангелия там позволят. Да мне не важно, что новое. Новое, это, знаете, не все золото, что блестит. Старое, оно выдержанное. Аминь. Отцы наши шли с Евангелием. Я спрашиваю, папа, а как же ты прожил там 10 лет? Ты же мужик. Вас что, сынок, искушали? Он мне рассказал лично. НКВДшники приводили голую женщину. И сказали, слушай, мы тебя скосим, и если ты кого-то мужика соблазнишь, что хочешь, то делай. В камеру загонять ее, и он начинает к братьям приставать. Отче наш, суще на небесах, досвидится имя твое. И здесь набирать специально таких, которые... И забылся, что делать? Хорошо, что братья опытные были. Он под ходом, стаканчик был какой-то. Он руку лужит себе и стаканом. Как дал по пальцу. И все, убежал. А что такое? Страдающий плотью перестает. Нормально, хорошо. Как вот цариса Савска явится вчера. Какая там и так дальше. И все, укатил, и все. Победа, аминь. Победа. Тут стоишь, говорит, избавь меня откушает. Зачем? Нормально. Послушайте, очень важно. Вы знаете, если бы Иисус стоял здесь, он немножко по-другому учил. Вот, слушай. Если твой глаз соблазняет тебя. А как, Господи? А ты в компьютер идешь, а там нехороший сайт. Возьми. Вырви его. Какие... Это не я говорю. Это не преподобный Кирилл. Это Господь сказал. Аминь. А если нога тебя соблазняет? Господь, я не пью. Но хочу... Да, она меня ведет. Это не я. Я сильный, крепкий. А вот нога меня ведет туда. Нога. Что делаю? Братья, что? Так Иисус учил. Да лучше без одной ноги, ну, сарса Божьим. Халлилуйя. Ездят с двумя ногами тебе, бесы. А ну-ка, иди сюда, хлопчик. Крутой был. Вперед. А, не хочу. Туда попадешь. Это Иисус учил. Поэтому, друзья, сегодня радикально мы Евангелие проповедуем. Аминь. Аминь. Очищающее. Вникающее. Знаете, мы таки привыкли. Вот, да ладно. Don't touch me. Аминь. Надо побороться. Надо платить цену за пробуждение. Аминь. Поэтому начни бороться с своим Адамом. Нам легче всего. Сейчас, Сатана, я тебя на голову потанцую. Ты бес. И начинаем здесь его бить ногами. А он не здесь. Он как-то. Сальто. Он уже здесь. Вперед. Нор, Зорька. Вперед. И мы здесь его гостем. Он сидит на плече. Классно. Как круто. Катаясь. Послушай. Это спирит. Это дух. Аминь. А как победить его? А победить очень важно. Отойди от меня, Сатана. Ибо написано. Написано. Я храм Бога живого. И Дух Святой живет во мне. Позволю ли, чтобы грех разрушил мой храм? Да, не. Будет. Противостань ему верой. Словом. Поэтому, друзья. Я почему-то еще много раз говорю эту мысль. Я говорю. Кому-то Господь сегодня видит. Что у тебя хорошие, классные паруса. Хорошая христианская семья. Хорошие паруса. Хороший двигатель. Это надо всероке все. Но послушай. Проблема у тебя с якорем безопасна и крепка. И тебя носит то вправо, то влево. То туда толпа, то туда. Слушай. Бог сегодня хочет в твою жизнь дать этот якорь безопасна. Это надежда. Или это упование на Господа. Я бы хотел, чтобы мы посмотрели, что происходило в одни. Пятый слайд, пожалуйста. Одного человека. Божьего человека. Это был Давид. И когда в его жизни были трудности, переживания, к нему пришел Нафан. Это сын Саула. И написано, он укрепил его упованием на Господа. Он сказал, послушай, Давид, тоже ты убегаешь сегодня в одних трусах. Извините за выражение. Убежал от своего тестя, потому что тот пришел убивать. Он в окно выскочил и босиком прибежал в лес. И пришел Нафан и сказал, слушай, написано, укрепил его упованием на Господа. Каким упованием ты? Послушай, он дал ему якорь безопасна и сказал, слушай, Давид, тебя будут кидать судьбою. Тебя будут кидать этот мир. Тебя будут захлестать волны, девяти волны. Но послушай, я хочу дать твою жизнь якорь безопасной. Какой? Это упование на Господа. Какое упование? Послушай, так говорит Господь. Пройдет время, и ты будешь царь Израилев. Бог поможет тебя, Бог восстановит тебя. Аминь? Это было упование. Как бы Давида не кидали волны, он знал, что так оно и будет. Аминь? Это было очень важно. Давайте еще один слайд посмотрим. И знаете, интересно, слайд номер шесть. Там написано про Давида. Когда он пришел в стекелак и разложил там свои палатки и пошел к Анхусу поработать. И тогда там ходили, ели, пили, нормально, хорошую кормушку нашли. И пришло время, когда однажды Анхус сказал, подожди, подожди, не это ли Давид, которому пели хороводы? И написано, и сердце Давида вздрогнуло. Неужели попался? И знаете, что он сделал? Он закосил. Слюня по бороде. Солдаты не поняли. Давида, ты Галиафа ложил. Ты сильный был всегда. Дух Божий на тебе был. И вдруг вот такой превратился, знаете. Слюня идет по бороде, начинает что-то черти, там в крестике, в нолике играть. С собой разговаривает. Они не поняли, солдаты слушают. Давид, это ты или нет? Братья, не сдавайте меня. Зачем у нас своих больных на голову хватает? Вытолкнули, покатился. Слава тебе, Господи, помилуй. Идет все нормально. А солдаты думают, слушай, непонятно, Давид, ты что? То крепкий был, помазанный царь, и Дух Божий, а превратился в марионетку. В чем дело? И Давид сам понял, Господи, как надоело одевать маскрат. Как надоело одевать маску хамелеона. Как надоело играть на толпу. Как надоело угождать людям. Вы знаете, он ушел, себя распинал, казнил. И когда пришел в стекелак, и вдруг смотрит, все сожжено. Жен взяли в плен. Детей тоже. Вы знаете, в ваших Библиях написано, они все упали и стали так плакать, что еще силу потеряли. Но в этот момент, послушай внимательно, написано, Давид укрепился упованием на Господа. Он сказал, принесите мне священский яфот. Хватит одевать маску. Хватит принесли. И он сказал, Господи, догонюли. И было слово, догонишь, отберешь и отнимешь. И он пошел и одержал великую победу. Послушайте, укрепился упованием на Господа. Каким упованием? А вот каким упованием? Господь, я сейчас свой якорь бросаю не на видимые обстоятельства, не на этих людей, которые пришли и забрали. Их 200 человек. Понимаете, ему это больше было. А нас мы слабы. А я верю, Господь, то, что ты мне сказал из твоего чрева, я благословлю. А твой чрез произойдет наследник. Я верю в слово Господне. Он положил упование на Господа. И оказался верный и благословенный. Друзья, я хотел, чтобы мы еще посмотрели. Во дне апостолов, слайд номер 8. Во дне апостолов произошло большое буря. Вы знаете, апостолы проповедовали, молились, их всех любили, уважали. Но пришло время, когда на них девятый вал напал. И в Библии написано, и взял Ирод, и Иакова обезгладил. Петра взял в темнису. И церковь плакала, прилежно молилась. А чем занимался Петр? Спал. Вы знаете, я встречался с преступным миром. Я встречался с ребятами, которые были под расстрелом. Я сказал, ребята, скажите честно, что вы делаете, если вы знаете, что это последняя ночь. А на вот Павел на коленях молимся. Взрываем себе вены, кровью пишем на стене. Здесь был такой, такой, такой. А почему Петр спал? А вот, Петр, объясни нам секрет. Он, братья, этот секрет очень простой. Потому что Иисус, он мне дал якорь безопасный и крепкий. Поэтому не важно, что на мою ладью напал девятый вал. Его кидает. Все, там уже наточили меч. А я бросаю свой якорь безопасности и крепкий. Куда? В Господа. Я сцепляюсь за синиме Господа, как крепкая башня. Бегает праведник и безопасный. В Боге. Иисус, когда встретил меня, он сказал, Петр, когда был ты молодой, ходил, куда ходил. А когда состаришься, прошел с руки и поведу тебя, куда не знаешь. Сказав это, он дал мне понять, что я умру только в старости. А я же еще молодой. И не важно, что-то меня связали, посадили в темнице. Это не моя проблема. Аминь. Это было слово, это был якорь безопасный, крепкий. Куда? В Господа. Поэтому он оказался прекрасный, благословенный. Я хочу дальше посмотреть. Мои слайды очень плохо работают, но очень мысль скажу. Вы знаете, у пасла Павла было это. Павел, скажи, что получилось с тобой? Братья, я был на корабле. И меня 14 дней бросало так, что не было видно ни звезд, ни луни. И написано, исчезла всякая надежда на наше спасение. И вдруг он поднимается и говорит, извините, никто из вас не погибнет, кроме корабля. Откуда ты говоришь такие вещи? Ни вида, ни солнца, ни луны. Матросы, что вы скажете? Они говорят, все, извини, пожалуйста, мы уже одежды переодели. И мы споем последнюю песню. Вот уж многие связаны. Мы последнюю песню споем. Мы знаем, что мы останемся здесь. А Павел говорит, не ободритесь. Вы у него умрете. В чем дело? За что ты держишься? Он сказал, а я держусь то, что мне Бог сказал. С тобой ничего не будет. Ангел Господа пристал. Представьте, так оно и было. Выбрасывают их на берег. Корабель разбивает. И холодно. И Павел идет, собирает хворост. Набрал много хвороста. Приходит к огню. И вдруг, в наших Библиях написано, и вдруг Ехидина повисла на руке. Я только хочу сразу иллюзию вашу поправить. Извините, она повисла не потому, что на руку повисла, легла и уснула. Нет, нет, не так повисла. Повисла она, она взяла и ужалила его, вцепила зубами и висела. Это повисло, правильно, в русский. Понимаете? Она повисла. И люди на острове сказали, боже мой, да это явно убийца. Потому что его с корабля ели спасться живой, а здесь явно грешник. И глядите, на руках у него висит дремучая змея Ехидина. Она его сжалит. И сейчас по его телу идет позин, идет яд. Еще две минуты, и он упадет мертвый. Павел, скажи, что ты чувствовал, честно? Это же реальная обстановка. Твою руку сжалит змея. По твоим венам ты чувствуешь, как медленно кверху идет яд. Что тебя держит? Он, братья, а Господь мне дал якорь безопасный и крепкий. Какой? В чем твой якорь? Он в Господа. Моя надежда, мое упование только на Бога. На какая ситуация? А он объясняет. Когда я проповедовал о гриппе и Веронике, и когда я им смело говорил, что ты должен покаяться, то в эту ночь явился мне Господь и сказал, listen, как ты смело проповедовал о гриппе в Иерусалиме, точно так ты будешь смело проповедовать в Риме Нерону. Точно так. Поэтому не важно, я вижу ситуацию, что змея повисла, что делать? Или умру. Нет. А я говорю, не важно, змея, что бы с тобой ни было, твое место там. И сбросил ее. И когда они увидели 5, 10, 15 минут, он жив, они сказали, это Мэн Гад. Это человек Бога. Почему? Потому что это сверхъестественно. В чем дело? У него был якорь безопасный, крепкий. Послушай, я иду к концу. Я хочу сказать, как в твоей жизни? Тебе сегодня Дух Святой говорит, слушай, Чадо, тебе нужен якорь безопасный и крепкий. Я вижу твою ладью, я вижу твой парусан, я вижу твой мотор, твое желание. Ты духом пламенеешь. Но послушай, тебе сегодня необходимо на твоем корабле, на твоей ладье одна необходима вещь. Это якорь безопасный и крепкий. Это надежда, это упование на Господа. Возможно, в этом году какие-то симптомы придут, какие-то немощи, болезни придут. Но Бог духом тебе говорил, слушай, я имею добрые намерения о тебе. Так, намерения какие? Во благо, а не на зло. Бог сказал, что ты увидишь покаяние сыновей, дочерей, внуков, правнуков. Бог дал тебе свое слово. И оно вошло в тебя. Но ситуация на корабле совсем другая. 14 дней не видно ни солнца, ни луна. Исчезает всякая надежда на спасение. Здесь змея повисла. Здесь трудности. Кому верить? Куда идти? Послушай слово Господа. Дух Божий говорит. Он дает тебе слово. Это слово будет тебя держать в тяжелую ситуацию. Когда твой самолет будет трясти. И кажется, все, пойдем уже. Но в этот последний момент, последний момент, он есть альфа, и он есть омега. Он есть first, он есть last. Аминь. Последний. У него есть слово для тебя. Он знает, как разрулить. Он знает, как вывинуть ситуацию. Поэтому очень важно. Положи сегодня этот якорь в свое сердце. Этот якорь безопасный, крепкий. Это упование на Господа. И последнее. Последнее. Вы знаете, был такой человек. Недаром в моей Библии написано. Очень важное место Писания. Написано, дабы вы терпением и утешением из Писания сохранили надежду. Дабы вы терпением и утешением или упованием одно и то же самое. Сохранили надежду и в Писании. И Писание нам почему-то говорит об одном человеке. Бог сказал, если передо мной пристали бы три человека, только три, Ной, Даниил и Иов, то они своей праведностью спасли бы только свои души. Почему Бог поднял этих три хиро? Три лидера в велико. Послушайте, Иаков пишет про Иова. Очень мало. Но нам понятно. Вот смотрите на конец Онова. И порой даже ты пропускаешь. Ну, Оны, Оны, Оны. Подожди. Оны – это Иов. Почему Иова оказался на странице Священного Писания Новый Завет? Иов, что ты можешь нам сказать, Иов? Вот послушайте, у меня была жизнь одна, а стала другая. Конец. Послушайте. Конец Онова. Конец того. Давайте нам не начало, проказа и так дальше. Нет, плачь, стоны. Нет. Конец Иова. А вот его конец написано. И Бог умножил. И Бог поднял его. Его дочеря были в самой прекрасной дочери Ближнего Востока. Бог его поднял. А какая картина загралась? А Бог его проверил. Он имел якорь безопасный и крепкий. Это было упование на Господа. И когда жена подошла, когда он покрылся проказой, когда он скоблил свое тело, и, кажется, исчезло все уже. Богатство ушло по рукам. Весеяне пришли, украли верблюдов, ослиз. Все. Дети погибли. Все бы разрушено. Ничего. Остался проказе. И, вы знаете, приходит жена и говорит, слушай, ты еще тверд в своем уповании. Похули Бога и умри. Знаете, Сергей знает, мы жили на Кавказе. Там есть такая национальность. Я не хочу никого убедить, но я факт говорю. Вы знаете, чеченский удар. Вот ты с ним разговариваешь. Нормально. Как? Что? Он тебе сзади кинжалом бьет. Вот такие, это были такие. Сейчас уже поменялось, но факт налицо. Поэтому Иов не ожидал удара. Знаете, как мы в жизни, мы привыкли, ага, ФСБ, КГБ, атеизм, коммунизм, фашист и так дальше. Знаете, оттуда мы стоим. Я тебе пробушу, не пробушу, мы стоим. Но вы знаете, Иисус сказал, эй, ребята, вы не туда насцелились. Вы держите удар с другой стороны. А какой? А вот какой. И враги человеку будут. Кто? Он не ожидал отсюда. Знаете, вот мы всегда привыкли отсюда. Да, уберу. Но сзади удар, когда родная жена, родной сын, родная дочка. Вот мы никогда отсюда не ожидаем. Иов это испытал. Поэтому он сказал, дорогая, неужели мы будем добро принимать, а это нет. Да будет имя Господа благословено. И в тяжелых моментах вдруг его стало посвящать слова. И он говорит, я знаю, что жив мой Искупитель. Я знаю, что мои глаза увидят Господа. Жена говорит, конечно, увидит. Еще пять минут и все. Вот уж, ну нормально, все увидишь. Конечно, увидишь. Куда ты? Но нет. Друг его прорвал. Он говорит, а я знаю, что жив мой Искупитель. И мои глаза увидят Господа. И он восстановит мое разрушенное. Слушай, ты что-то делаешь? Да логично не может быть. Его прорвало. И он закричал. Скажите, пожалуйста, Бог восстановил его. Восстановил. Послушай, я иду к заключению в молитве. Я хочу тебе сегодня сказать. Это слово, которое Бог дает тебе на 2014 год. Он видит твою ладью. Перед тобой большое путешествие. И, возможно, у тебя хороший парус. Хороший мотор. Много продуктов питания. Все. Да будет совершен Божий человек. Ко всякому доброму делу приготовлен. Нормально? Хорошо? Все. Я верю. Любовь. Но я тебе хочу сказать. Это слово от Святого Духа для тебя. Listen to me. Бог говорит. Мне нужно проверить. Есть у тебя на корабле якорь безопасности. Чтобы лжеучения подводные не унесли твой корабель. В другую сторону. Есть у тебя сегодня этот якорь безопасности. Когда придут трудности. Переживания. Когда будет все наоборот. Темные дни. 14 дней. Ты в болезни. В проказе. Пришла та болезнь. Та болезнь. Твой сын все. Наркоман стал. Или какие-то вещи непотребны. Призыв. Что нет? Послушай. Бог говорит тебе. Я хочу, чтобы ты взял упование. Упование твое. Чтобы ты бросил якорь безопасности. И крепкий в Господа. Я хочу сегодня получить слово от Бога. И Он говорит тебе. Сегодня. Слушай. Я тебя не оставил. И тебя не покинул. Я был с тобой в 2013 году. И я буду и в 14, и в 15, и в 16 до скончания века. Аминь. Я тебя не оставлю. И я тебя не покинул. Аминь. Вот я имею доброе намерение тебе. Намерение во благо, а не на зло. Дабы дать тебе будущность и надежду. Это пророчество в твою судьбу. В твою жизнь. Возьми это. Это будет якорем. Когда будет совсем что-то другое происходить. Как вещи такие нестабильные. Что делать? И ты вспомнишь. Как вспомнил апостол Павел. Когда змея повисла на руке. Когда опускал ему поздний яд. И он шел близко к сердцу. Что тебя держит? А он говорит. Нет. Меня не логика держит. А меня держит слово Господа. Он посмотрел выше. Господь, ты мне сказал. Ты пристанешь перед Кесарем в Риме. И я не умру на этом негодном острове. Мои глаза увидят это место. Аминь. И сбросил ее. И она погибла. Он остался жив. Аминь. Когда болезнь, когда вещь привяжется к твоей руке. И реально. Вот здесь сработает твой якорь безопасный и крепкий. Это слово от Бога для тебя. Мы идем к молитве. Я хочу помолиться сегодня. Здесь. 17 числа я лечу в Молдову. И с Молдовы мы едем в Россию. Будем там работать. Я очень рад, что сегодня Бог делает великие пробуждения в Осетии. Это город Схенавали. Там каются ФСБшники. Там каются молодые ребята. Там идет пробуждение. Мы хотим там открыть библиотскую школу. Мы оставляем все. Мы идем туда. Если мы, христиане, не придем. Придут ваххабиты. Придут мусульмане. А пояс ушел. Бог дает тебе портюнити. Бог дает тебе время и шанс. И если ты это проигнорируешь. Вы знаете, придут другие. Ты скажешь, а почему ты говоришь? Послушай, для тебя слово. Библия говорит, ты, человек Божий, преуспи. А если я не буду преуспевать? Послушай. Злые же люди, обманщики, будут преуспевать во зле. Вводя в заблуждение и... Вот, гонка. А жребий. Жребий будешь дома кидать. Первый или второй кушать. А Евангелие нужно проповедовать. Аминь. Поэтому очень важно вот это слово для тебя. Я хочу помлиться за тех людей. Послушай, это слово, которое Бог освободил для тебя. Для тех людей, которые в Дух Святой тебе сказали, да, у тебя все хорошо. Но этой вещи у тебя не хватает. Тебе нужен якорь безопасный и крепкий. Это упование на Господа. Упование на Слово Его. Возможно, ты же Слово не получил. Я знаю, когда мы склоним колени. Дух Святой невидимо придет. Это не Санта-Клаус. Это холст спирт. И Он даст тебе Слово, которое будет тебя держать. Когда твою ладью будут бить. Когда она пойдет ко дну. Что делать? Я не переживаю. Знаете, у Бога есть юмор. Есть и Иона. Говорит, где ты был, мэн? Ребята, я был там, в очреве Кита. Три дня и три ночи. А я у меня тону. Поехал на Хавай, вдруг корабль пробил. А все. Ничего, ребята, нормально. Время для молитвы. Придет рыба. Верю, сто процентов. Вот профессий вор будет. Поглотить там, помолишься. И придешь в Евфиопию, будешь проповедовать. У Бога есть Слово. Обязательно. Бог бодрится на Словом Словом, который исполнится в свое время. Аминь. Мы сейчас идем к молитвам. Я хотел, чтобы, давайте, поднимемся с себя. Если есть кто-то из музыканта, пусть придет пиано. Я хочу обратиться к тем людям, которые сегодня. Хотели просто помолиться. Если ты, брат, сестра, потерял упование. У тебя все нормально, Господь. У меня есть руль. Мои ладья. Я рулю неплохо. Господь, у меня бинокль есть. Я вижу что-то там хорошее, прекрасное. У меня сильный поручится мотор. Господь, но нет у меня слова. И я сегодня хочу получить, Господь, этот якорь крепкий, безопасный. Чтобы, Господь, правильно делать. Ты можешь выйти к этому алтарю. Преклонить колени в тишине. И просто помолиться Господу. И я знаю, что Он даст. Ибо Он просящему дает. Ибо стущащему Он открывает. И ищущие Его находят. Это ваше время. Ты можешь проигнорировать. Простоят, я крутой. И крутые были капитаны. Но вы знаете, пошли. Море их убрало. Но Бог хочет, чтобы ты был хира. Ты герой. Бог любит тебя. Он посылил тебя в эту прекрасную страну, в эту чудесную церковь. И Он в этом году тебе готовит славное путешествие. Но одной вещи тебе не хватает. Якорь. Безопасны и крепки. Мы приглашаем тех людей, которые хотят сейчас, просто чтобы за них помолиться. Пожалуйста, ты можешь выйти сюда. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Дух Святой. Дух Святой, Дух Святой, Дух Победы. Господь, я знаю, что кого-то ты сейчас зовешь, говоришь, дочь моя, я говорил тебе сегодня, я жду тебя, я жду тебя, я хочу дать тебе то, что определила рука моя и мой совет. Я хочу облечь тебя, я хочу облечь тебя в свои орудия, чтобы не били тебя раскаленные стрелы. Я хочу облечь тебя в свои доспехи, говорит Господь. А во очи, а во очи, Дух Святой. Почему стоишь вдали, когда я тебя зову к себе, когда я хочу дать тебе слово, когда я хочу предложить тебе якорь безопасности, говорит Дух Святой. Ибо это время посвящения моего для тебя сегодня. А во очи, а во очи, а во очи, а во очи. Я хотел, чтобы служители просто подошли к этим людям, которые вышли, просто помолились. Скажите те слова, которые у вас от Духа Бога в ихне сердца. Отец, мы благодарим тебя за прекрасную привилегию, за прекрасное время быть вместе. Молиться друг за друга, дабы исцелиться, восстановиться. И я прошу тебя за этих славных, прекрасных людей. Боже, я прошу тебя, укрепи их, Господь. Когда в их жизни, Господь, не будет вида ни света, ни луны, ни звезды. Когда тьма придет, Господи, помоги им держаться только за твой якорь безопасности крепкий. Господь, который действительно сцепляется в Божье обетование, в великого Бога всемогущего. Ищи, отдай Ему имя. А во очи, который сказал, я тебя не оставлю, я тебя не покину, я сохраню тебя. От всякого рода зла. Боже, помоги, чтобы в этот момент мы не сделали отсечку. Чтобы мы не стали женой, Господь Божий, этого человека Иова. Господь, Боже, мы оказались верными тебе. Сохрани свой народ. Благослови, припаясь к истинной, святостью, благодатью. Отец, помоги, Господи, нести бескомпромиссное Евангелие. Никогда не сдаваться, никогда не оступать. Отец, вдохнови, помоги, благослови. Путь придет в твой свет, твоя сила, твоя власть и премудрость. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. О, аллилуйя. Отец, я знаю, твое небо открыто, Господь. И ты посылаешь свой месседж, ты даешь ему телеграммы неба, Господь. Аллилуйя. Что я с тобою, я держу тебя за правую руку. Я называю тебя по имени. А во очень много пусть скорбею праведника. Но от всех их я избавлю тебя. Я проведу тебя. И волос в голову не упадет из воли моей. Говорит Господь. А во очень благодарим тебя за верность Твоего Слова. За обетование, за свидетельство внутри каждого из нас. Ты Бог благой. Ты Бог даятель. Аллилуйя тебе. Превозносим тебя. Превозносим тебя. Превозносим тебя. Превозносим тебя. Аллилуйя. 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 Субтитры создавал DimaTorzok